Буквально вчера под председательством главы государства Касымжа Марта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности. В свете трагических событий в Подмосковье президент поручил принять меры для повышения безопасности граждан и укрепления международного сотрудничества Казахстана в противодействии терроризму. Осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей, президент подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы с терроризмом. Токаев заявил, что терроризму не может быть никакого оправдания и призвал государства членов ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. В тот же день Акурда сообщил о телефонном разговоре лидеров Казахстана и России. Касымжа Марта Токаев от себя лично и от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами теракта в Подмосковье. Казахстанцы не остались в стороне, и в Астане, и в Алматы неравнодушные люди в память о погибших в Крокус-Сити несли цветы и свечи к посольству и консульству России. По официальной информации, в результате теракта в Москве число погибших составило 137 человек. Уже несколько дней из России идет ужасающая информация. Так, СМИ сообщают, что в одном из туалетов Крокус-Сити-Холла было обнаружено несколько десятков тел погибших. Тела находили на эвакуационных лестницах. Люди умирали от пуль террористов, от пламени пожара. Люди задыхались в дыму, люди умирали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Матери были обнаружены обнимающими своих детей. В Министерстве иностранных дел нашей страны заявили, что посольство Казахстана в Москве в экстренной ситуации было на связи с местными властями и спецслужбами. Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших не поступала. На месте теракта в Подмосковье работала и наша съемочная группа с подробностями Дана Нуржан. В день общенационального траура к сгоревшему зданию Крокус-Сити-Холла люди несут цветы и свечи. Людской поток не иссякает с самого утра. Здесь образовался стихийный мемориал в память о погибших в теракте. Он стал одним из крупнейших в России. В результате теракта в концертном зале 22 марта погибли 137 человек, пострадали 154. В Москве и российских регионах в эти выходные отменены все массовые и спортивные мероприятия. К Крокусу сегодня пришли и те, кто в день теракта был на этом концерте, но чудом не пострадал. Им особенно тяжело вновь оказаться здесь. Мы сели, сфотографировались, я услышала хлопок. Я подумала, честно, что это хлопушка, что, наверное, артисты спустились, и их так встречают поклонники. Но эти хлопки, они просто не останавливались, сопровождались с этим звуком. Потом пошел крик. Я поняла, что что-то не то. Вооруженное нападение на концертный зал Крокус Сити Холл произошло в районе 8 часов вечера. Группа нападавших открыла стрельбу из автоматов в фойе комплекса и в зрительном зале. Прогремели, по меньшей мере, два взрыва. Используя зажигательные смеси, нападавшие подожгли зал с людьми. Это один из крупнейших концертных залов Москвы и Подмосковья. Его вместимость 7300 человек. В этот вечер он был полон. Ты просто не понимаешь, куда бежать. Кто-то кричит, ложись. Кто-то кричит, прячьтесь за стойки, за мебель. Нам повезло, что мы были опоздавшие. И были не совсем опоздавшие. Те, кто был за нами, по ним уже начали стрелять. Они уже вошли в здание. Люди стали падать. Расстреливали людей. Просто вот всех женщин, детей. Я упала на пол. Сделала я что-то. А девушку, если бы, ну, верю. Я не могу остановиться. Потом пламя разгорелся. Они закрыли дверь. Ну, наверное, замок не смогли закрыть. Я лежала. От двери я лишала. Просто, потому что там было. Через какое-то время выползла. Три, наверное, прошло четыре. Четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны, заявил президент страны в специальном обращении к россиянам. Всего по этому делу задержали 11 человек. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Количество жертв этого теракта может еще увеличиться. Разбор завалов и поисковые работы на месте трагедии продолжаются. В больницах Москвы находится 92 пострадавших. Часть уже выписали. Семь пациентов остаются в тяжелом состоянии. Еще около 30 человек в тяжелом. В Москве и Подмосковье более 5000 человек сдали кровь для пострадавших. Дана Нужан Шахзот Гамиров. Специально для ЖТКН. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...